В Челеменске планируют избавиться от одного из основных источников загрязнения воздуха – транспорта. В период неблагоприятных метеоусловий в мегаполис запретят въезд большегрузом, как сейчас обсуждают городские власти. А ГИБДД уже изучает выхлопы. Егор Хвисюк с подробностями. Эко-дежурство на въезде в Челябинск. Сотрудники ДПС останавливают до обочины большегрузы. Двигатель заранее просят не глушить. Дальше в дело идет измерительное устройство, похожее на обычную рацию с большой антенной. Оно считывает объем выхлопов. Если государственный норматив превышен, составляют протокол. За эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах предусмотрена административная ответственность как водителей, так и должностных лиц. Только за сегодняшний день к административной ответственности привлечено более 20 водителей транспортных средств. Челябинск берет на контроль выбросы от транспорта. Его доля в загрязнении воздуха составляет 30%. В период неблагоприятных метеоусловий предлагают запрещать большегрузам въезжать в город. Поручение городским властям дал губернатор Борис Дубровский на экстренном экологическом совещании. Теперь в мэрии думают, как это сделать. Сегодня мы вместе с ГИБДД продумываем вариант, как в период НМО-1 ограничить вес городского транспорта. Может быть это будет в дневное время, будем запускать в ночное время. Сейчас надо будет отработать сетевыми организациями, которые пользуются этим транспортом. Более того, этот транспорт касается в том числе и внутри заводского. Во многих миллионниках российских и зарубежных запрет на въезд фур работает давно. А для торговых сетей, к примеру, есть система перераспределения. Грузовик с товаром доезжает до логистического центра за чертой города. Уже там продукт перегружается на фургоны поменьше, которые работают на газомоторном топливе. Такие машины и развозят товар по магазинам. Что-то похожее можно вводить и для предприятий. Идею поддержали горожане. В соцсетях они делятся снимками фур в Челябинске и возмущенными комментариями. Таким машинам в центре города не место. К обсуждению уже подключились эксперты сигарного клуба. Вот как они предлагают наказывать большегрузы нарушителей. Лучше стоять куда-нибудь на штрафстоянку, чтобы было понимание, что такая машина не должна участвовать в уличном движении, то это было бы достаточно хорошо. Чтобы мониторить выхлопы от транспорта, город планирует купить мобильные газоанализаторы. Аппаратура определит и выбросы предприятий, и машин. Приборы купят за счет бюджета. Вложиться Евгений Тевтелев предлагает и предприятиям. Пусть заводы докажут, что дымят не больше машин. Тем временем челябинцы обнаружили еще один источник загазованности. Тепловозы. Сняли на видео, как дымящий железнодорожный транспорт проходит через город. Такую картину жители не раз замечали не только на окраинах города, но и в центре. И теперь предлагают ограничить и движение такого транспорта в период неблагоприятных метеоусловий.